Библейский портал exeget.ru представляет Доброго времени суток всем слушающим, любящим, смотрящим программы исследования священного писания на интернет-портале exeget.ru И мы с вами продолжаем исследование книги священного писания и книги «Исход». С вами сегодня опять я, Солодков Андрей Иванович, преподаватель Николы Пережинской, Сретенской, духовный семинар Российского парославного университета. Мы с вами рассматриваем книгу «Исход» и видели, как народ израильский вышел из египетского рабства, как он шествует по пустыне. И вот он в 19 главе подходит к горе Синай, происходят последние приготовления к тому, чтобы принять заповеди и закон, те, которые Моисей даст человеку для того, чтобы отградить человека от греха, то есть от пути к смерти, и приблизить его к Богу, то есть к жизни. Потому что Бог есть источник жизни, и всякое отдаление от Него есть не что иное, как смерть. У пророков ветхозаветных есть такие слова, сказано «Зачем тебе, человек, умирать? Приди и живи». Так призывает Господь человека, отпавшего от Него в результате грехопадения. Итак, мы начинаем с вами чтение 20 главы, где расположены 10 заповедей закона Божия. Изрек Господь все слова сии, когда Моисей пришел на гору Синай и сказал «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». То есть мы видим, что эта заповедь относится не только, на самом деле, к тем людям, к которым она была обращена тогда непосредственно, то есть к израильтянам, которые вышли из этого египетского рабства, но также и ко всем людям, и к нам с вами, по той причине, что все мы когда-то работали к греху и думали, что это норма жизни. Но теперь Господь нас призывает и говорит «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из прежнего образа жизни, работы дьяволу и его слугам». «Да не будет дальше предупреждать у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумирой никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Очень важная заповедь, о которой очень многие люди спотыкаются и говорят некоторые, люди такие околоцерковные, либо люди, попавшие в какие-то протестантские, неопротестантские сообщества, что эта заповедь якобы запрещает почитание икон. Это ложь, это не внимательное прочтение Священного Писания в своем таком, то, что называется «от ветра головы свои я». Я хотел бы остановиться на этом и сделать некоторые здесь замечания и истолкования, как это понимается в согласии отцов. Итак, это заповедь, четвертый и пятый стих, нужно как бы разделить на две части, как они, в общем-то, и разделены в синодальном переводе. Первое – не делай себя кумира, второе – не поклоняйся. Первый вопрос – можно ли вообще делать какие-либо изображения, сказанное дело никакого изображения. На самом деле в Ветхом Завете изображения не были запрещены. Если мы, например, откроем с вами третью книгу царств, если у вас есть Священное Писание, я всегда призываю это делать вместе со мною, это шестая глава, двадцать девятый стих. Мы здесь видим, как Соломон строит храм. Храм Иерусалимский и двадцать девятые стихи сказано. «На всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев и распускающих цветов внутри и вне». Заповедь запрещает делать изображение того, что на небе вверху и того, что на земле внизу. Но мы видим, что Соломон делает изображение херувимов, а херувимы обитают на небе, и пальмы и деревья, и распускающие цветы, а цветы и пальмы растут на земле. То есть такое впечатление, что Соломон делает прямо противоположные заповеди Божии. Сказано, не делая изображение, что на небе вверху и на земле внизу, а Соломон делает изображение херувимов и пальмовых деревьев. В чем же здесь дело? Более того, в чем же здесь дело мы рассмотрим, более того, хочу сказать, что некоторые говорят, ну вот этот храм был не угоден Богу, поэтому Господь его разрушил. Но это не совсем опять правильное и внимательное прочтение Священного Писания. В книге, этой же книге царств, 9 главе, есть такие слова с 1 стиха. После того, как Соломон кончил строение храма Господня и дома царского и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне. И сказал ему Господь, я услышал молитву Твою, прошение Твое, о чем Ты просил меня. Я осветил, сказано, храм сей, который Ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек. То есть изображения не мешали присутствию Божие, но наоборот, Бог к ним благоволил и даже осветил, и чтобы пребывать его имени там, как он говорит вовек. Здесь я всегда говорю главным противникам, радикалам иконопочитания свидетелям Иеговы, которые говорят, что Бога надо призывать только по имени Иегова. Но мы видим, что резные изображения не мешают Богу и Его имени пребывать в этом храме. Далее, второй вопрос, чтобы до конца этот вопрос прояснить, тут его необходимо читать внимательно с третьего стиха, сказано, «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира». Имеется в виду, да не будет у тебя пред лицом моим изображение кумиров, которые были в египетском рабстве и которым раньше поклонялись люди, израильтяне, которые были там. Точно так же эта заповедь относится к нам и говорит нам о том, что не будет у тебя прежних кумиров. Если ты христианин, православный, собрался служить Богу, пришел в храм Божий, если не крещен, принял крещение, и действительно не желаешь уже вливать вина, как сказано, молодого Михи Ветхи, то есть оставить прежний образ жизни, то уже не возводи в своей жизни себе кумиров, не возводи в своей жизни тех людей, на которых ты ориентировался, что они были для тебя неким таким эталоном. В этом смысле эта заповедь звучит именно так. И далее сказано «не поклоняйся им и не служи им». То есть второй вопрос – можно ли поклоняться святым изображениям? Да, можно. В православии есть такое понимание – почитательное поклонение. Многие не могут понять, как это вы разделяете. Поклонение единому Богу принадлежит только Богу. Как вы это разделяете? Я всегда, до этой заповеди мы еще дойдем и рассмотрим, но здесь привожу такой пример. Пятая заповедь сказана «почитай отца и мать». То есть мы разве поклоняемся своим родителям как Богу? Нет. Но почитаем их – да. Точно так же мы почитаем изображения святых угодников Божих, о которых апостол Павел пишет. «Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». И в другом месте, в 1 Коринфянам, 4 глава, 15 стих, он говорит «много у вас наставников, но не все у вас отцы. Я родил тебя благовествованием святым». То есть мы видим, что бывают родители плотские, ну бывают родители духовные. Апостол Павел подчеркивает «я родил тебя, много у вас наставников, но не все отцы. Я родил тебя благовествованием святым». То есть имеется в виду, родил жизнь вечную через святое крещение. Поэтому, если мы почитаем родителей плотских, кто нам запретит почитать родителей духовных, делать их изображение. Если мы фотографируем, например, раньше писали, теперь фотографируют своих родных и близких, и вывешиваем их там в интернет на своих страничках, кто нас сможет обвинить в идолопоклонстве? Да никто. Точно так же и святые изображения иконы святых угодников Божьих, кто рискнет и скажет, что мы поклоняемся идолам. Идол, сказано у евангелиста Иоанна, в мире ничто. То есть идол – это выдумка, это кумир. То, что люди выдумали, разве только этим кумирам могут подражать духу слова поднебесных бесы. Не поклоняйся им и не служи им. Первым изображением и первой иконой был Адам. В Священном Писании книга Бытие, 1 глава 26 стих сказано. «И сотворил Господь Бог человека по образу и подобию». Если мы откроем книгу Септаагинта, это перевод еврейского текста Ветхого Завета на греческий язык за 200 лет до Рождества Христова, то слово «образ» там сказано «сотворил Господь человека по образу и подобию». Это слово звучит на греческом как «икон». То есть человек – это, в общем-то, в некой мере икона Бога. Если мы с вами откроем послание апостола Павла к евреям, 1 глава 3 стих, то мы увидим, что второй иконой был сам Христос. Сказано беспрекословно, в другом месте 1 Тимофея, сказано беспрекословно «великое благочестие тайно Бог явился во плоти». А в послании к евреям, тот текст, который я обозначил выше, 1 глава 3 стих, сказано, что «он, будучи образ ипостаси его», то есть сказано «образ», то есть «икон». Он, Христос, стал как бы иконой Бога Отца, то есть он стал видим и изобразим. Поэтому те люди, которые верят, что Христос воплотился в этот мир, как стал Бога человек, беспрекословно сказано «великое благочестие тайно», то есть что очень емкое, беспрекословно, здесь не может быть никаких рассуждений, это как факт. Мы приняли Христа, пришедшего во плоти. Бога человека, нас ради человека, нашего ради спасения. Поэтому всем верующим, находящимся людям в различных протестантских, неопротестантских сектах, верующих во Христа, как спасителей, явившихся воплоти, тут не может быть вообще никаких вопросов, связанных с иконопочитанием. Итак, следующая заповедь, да, интересно, в 5 стихе сказано, что «бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, не надеющих меня». И сказано в 6 стихе «творящая милость до тысячи родов, любящих меня». Мы видим, что Бог больше милостив до третьего и четвертого поколения, нежели наказующий. Но, тем не менее, грех родителя может передаваться по наследству. Например, были родители склонны к пьянству. Ребенок тоже может быть склонен к пьянству. Или наркотики тоже может быть склонен. Или какие-то еще, даже психические отклонения тоже может быть склонность. Но человек, приняв Христа, сказано, что невозможно человеку, Бога возможно. Если человек переборет этот грех, или как есть такое выражение у отца в церкви, и живет его в своей жизни, то есть будет противостоять пьянству, наркомании, если это наследственность есть, блуду и другим греховным склонностям, то Бог его, конечно же, оправдает и помилует. Далее сказано, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит именно его напрасно. Очень тоже важная третья заповедь, потому что сегодня кто как только не произносит имя Божие. Одни всуют, другие там подскользнулся, ой, Господи, там чихнул, ой, Господи, нельзя этого делать. Бог наказывает за это. Но боли есть страшное, когда люди употребляют имя Божие в нецензурной брани. Ведь столько этого, целый набор такой. Это очень опасное состояние, душепагубное, во-первых, для самого человека, кто использует эту брань. Что только не обругивается. И детородные члены, в общем-то, это очень опасно. Потом люди говорят, а почему наши дети такие ненормальные? А почему они не вышли в люди? Так куда послали, туда и пришли. То есть, если, например, благочестивая христианка или отец, после утреннего правила, он благословляет своих детей, напутствует их, чтобы они хорошо учились, крестит их крестным отцовским или материнским знаменем, говорит с Богом, ангела-хранителя. Или это одно дело. А когда, говорит, пошел ты туда или пошла ты туда, ну, потом что удивляться, если она там стоит где-то на паперте? Поэтому удивляться этому не надо. Сказано, что благословение родителя, оно очень много значит. Мы помним историю благословения Иакова и Исава. То есть, кого Господь благословит, того благословит. Кого проклянет, это за каждое слово. И человек, и Бог ответ в ответе за каждое слово. А тем более, человек еще и даст ответ за каждое праздное слово. А тем более, слово, употребляющее всу и слово самого Господа и Спасителя. Поэтому будем осторожны в этих выражениях. И еще вот я был в одной из поездок на Святой горе Афон. Там разговаривали с одним монахом. И дело дошло до нецензурной брани. И он сказал очень так коротко и как-то спокойно. Ну, настолько проникновенно, что это запомнилось вот и надолго. Сказал, всякий, кто употребляет нецензурную брань, то есть матерится, за того перестает молиться Пресвятая Богородица. Почему? Матерь Божия она. А это слово матерится. Видите? То есть, значит, ругаться больше матери. Поэтому будем осторожны, братья и сестры, в этих словах. И предупредим тех, кто до сих пор продолжает употреблять имя Божие в сует. Тем более в таком сквернословии. Далее сказано. Помни день субботний, чтобы светить его шесть дней работы и делай всякие дела твои. А день седьмой, Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твоя, ни дочь твоя, ни раб твоя, ни рабыня твоя, ни скот и так далее. В шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А день седьмой осветил. То есть, седьмой день для Ветхого Завета, суббота, это был день покоя. И здесь напоминается, почему он был днем покоя. Потому что это был памятник творения. До воскресения Христа было безумием, а может быть даже и язычеством, почитать воскресный день, поклонение Солнцу. Но когда Христос воскрес, сказано уже апостолу Павлу, кто во Христе, тот новое творение. Прежнее прошло, теперь все новое. Поэтому в церкви мы почитаем субботу как день творения, но воскресение празднуем, потому что это прорыв творения, если так можно сказать, в Иисусе Христе, в Царстве Божие. Итак, Ветхий Завет не то, чтобы мы теперь в Новом Завете отменяем заповедь субботнюю. Нет, у нас суббота особо выделяется, это поминовение усопших, и день покоя, это суббота, когда нет поста. Но тем не менее, в воскресенье мы празднуем, а субботу почитаем. Далее пятая заповедь звучит так, она здесь располагается 12 стихом. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Почитание родителей продлевает жизнь. Сегодня весь мир сошел с ума. Ищет эликсир молодости. Как продлить свою жизнь, что делать, как пожить побольше, чтобы побольше насытиться, вот это языческое такое состояние человеческой души, бери от жизни все, не дай себе засохнуть, там хапнуть, там уже не знает, чего и хотеть. Но Господь говорит, что для того, чтобы жизнь твоя была продлена на земле, почитай родителей. Я помню свою бабушку, Марфу Константиновну, она действительно первая меня научила молиться отче наш. Когда я пошел в первый класс, это были советские времена, она достала Евангелие, это первый человек, который познакомился с Евангелием, и сказал, ну-ка прочти, вот что здесь написано. Я тогда у нее спрашивал, бабушка, что это за книга? Подожди, подожди, это Святой Евангелий, но ты никому не сказывай, как она говорила, что ты читал, там в школе тебя могут и поругать. Ты дома придешь, мы потом с тобой почитаем. Так вот, она дожила до 93-х лет. Я помню, когда я уже учился в семинарии, то она мне говорила, Андрюш, подойди. Я подходил, она говорит, ну-ка перекрестись. А, перекрести меня, у нее же рука была такая слабенькая, я ее перекрещивал, правильно крестишь, правильно, говорит, там, да, в ваших семинариях там учат. Она была такая вот обычная, простая, простой человек, такой вот простой верой, как могла. Но, тем не менее, она всегда вспоминала свою маму. Она говорит, как же я любил свою маму, я за ней ухаживала, я там и все делала. Она действительно, все о ней говорили, в этом селе тогда было трудно что-то скрыть, насколько она любила своего родителей до конца, когда уже бабушка была лежача, она ее докармливала. Поэтому Господь и продлил ей жизнь 93 года. А какие были условия жизни? Да никаких. Вот мой дедушка, Солодков Андрей Иванович, его звали, как меня, с точностью, да, он дожил до 86 лет. Тоже он был сиротой, но, насколько он помнил, то он любил своих родителей, говорит, так, я переживал, что у меня мамы нет, отца я вообще, отца еще помню, а мама у него рано умерла. Какие, вот я спрашиваю, люди говорят, что дни жизни продлевают условия жизни, то, к чему стремится сегодняшний мир, к комфорту. Какие у них были условия? Дед прошел войну, 4 ранения, пулемет Дегтярева носил на себе, через Днепр, там, в ноябре, он рассказывал, как там по льду они уже ломающимся переплывали. Да никаких. Одно ранение в голову. Удобство на улице, дом на пеньках, вот как жили раньше, вы знаете, деревни. Бабушка, то же самое. Голод, дед уходит на фронт, она остается одна, с ребенком грудным, говорит, привязывал ее за ножку, там, на печку сажал, за ногу привязывал, чтобы не упал, а сама бежала за дровами в лес. Какие условия? Никаких долгожителей. Почему? Они почитали своих родителей. Поэтому нужно развеять эти мифы о том, что якобы комфорт проливает жизнь человеку. Может быть, иногда и наоборот. Следующая заповедь, которая говорит, не убивай, очень важная для нашего понимания, потому что сегодня развелось очень много пацифистов. Люди говорят, нельзя брать в руки оружие, Бог говорит, что нельзя убивать, но есть понятие убийства, как защита Родине, а есть понятие убийства и скоростолюбие. И мы увидим, что 21-22 глава дали закон, все эти предписания по поводу наказания человека, если человек убивает человека, то смерть, была смерть на казнь в Ветхом Завете, они совершенно не разделяют и не подкрепляют понятие пацифистского отношения к жизни человека. Дело в том, что если это заповедь, другие скажут, а как же, да, вот интересно, что другие могут сказать, а как же, например, что Христос говорит, если ударит тебя в правую щеку, подставь левую. Надо ответить на этот вопрос. И отцы церкви, и свидетель Анат Златоуст, например, пишут об этом, что если тебя ударят в щеку, то ты, если стяжал смирение, можешь простить, то есть подставить другую, между братьями, когда возникает ссора. Но если, вот, например, святитель, да, если бьют по щекам твою мать, твою родину, твоих родных и близких, кто имеет право подставлять щеку своей матери? Не, не защитить ее. Кто имеет право подставлять щеку своей родины? Кто имеет право подставлять щеку своей церкви? Свидетель Филарет, митрополит московский Дроздов, говорил так, «Личного врага – люби, врага Отечества – бей, врага Церкви – ненавидь». «Личного врага – люби». То есть речь идет именно о личном оскорблении, что когда сказано, кто ударит тебя в одну щеку, подставит другую. Поэтому надо внимательно читать Священное Писание. Я всегда к этому призываю. Сказано, исследуйте Священное Писание, ибо через них думайте иметь жизнь вечную, а не следить за мне. Обратная перспектива – не исследуйте Священное Писание, не будете иметь жизнь вечную, и не будете знать, что за свидетельство о мне, как в своей жизни, так и для других. Далее заповедь говорит «не прелюбодействуй». Это заповедь о супружеских отношениях, чтобы она так и звучит «не прелюбодействуй», то есть «не перелюби». Если у тебя есть муж, если у тебя есть жена, заботься о ней, люби ее, но не ищи чего-то на стороне. Более того, те люди, которые пускаются в это состояние, прелюбодеяние, искание какого-то такого сексуального наслаждения, мы знаем, чем это часто плачево заканчивается. Столько этих заболеваний сегодня, и некоторые из них смертельные, такие, например, как СПИД. И вот я общаюсь с молодежью, они мне говорят однажды, «Андрей Иванович, а знаете, уже лекарства от СПИДа придумали?» Я говорю, «Какое?» Мне говорят, «Спи один и спи дома. Но если у тебя есть жена, то спи женой». Итак, следующая заповедь, «Не кради». То есть заповедь, которая говорит о том, что нельзя брать то, что не принадлежит тебе. Эта заповедь очень важна, особенно для сегодняшнего нашего мира. Все говорят, да кто не ворует, да все воруют. Но эта заповедь говорит, не делай этого. То есть это вредит человеку, довольствуясь тем, что у тебя есть. Есть одежда, есть жилье, есть пропитание. И довольны это для души. А с другой стороны сказано, если человек приобретет даже весь мир, а душе своей повредит, то какую выкупу он даст за душу свою. Здесь сразу вспоминается тот жадный, о котором мы уже как-то говорили, безумный богач. Он говорит, разбогател, ни в чем не имея нужды. Вот у меня такой большой амбар. А Христос говорит, не знаешь, что сегодня Господь придет и заберет твою душу. Кому это все останется, наворованное, накопленное тобой, часто приобретенное недобрым путем. То есть не кради. Следующая заповедь, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Именно по этой заповеди лжесвидетельства был осужден Господь наш Иисус Христос. Мы помним, что он был подобен нам во всем, кроме греха. Не за что было осудить Христа. И тогда были наняты за деньги люди, которые бы произносили на него лжесвидетельства. Лжесвидетельства, клевета, осуждение. Это все относится к этой заповеди, когда люди не знают человека, но осуждают его. Кто ты человек, сказано, осуждающий ближнего твоего или раба чужого? Откуда ты знаешь, какие мысли у этого человека, но ты уже его осудил? То есть заповедь не лжесвидетельствует. Особенно эта заповедь, она относится к людям, которые обвиняют других людей и по закону, то есть то, что они не совершали, и их сажают в тюрьму. Очень страшный грех. Людям тяжело жить с этим грехом, и я знал и знаю таких людей, которые обвинили человека ни за что, и человек сидит в тюрьме. Я советую этим людям покаяться, прийти в суд и рассказать все, как было, и постараться, если вы кого-то алболгали или оклеветали, за лжесвидетельствовали, постараться в покаянии исправить то, что вы сделали. Следующее. Не желай дома ближнего твоего. То есть эта заповедь, она звучит так, не завидуй то, что есть у ближнего твоего. Ни дома, ни жены, ни его никакого имущества. Если мы помним с вами историю Ветхого Завета, то, что касается книги Бытия, 4 глава, там сказано о том, что два брата принесли жертву Авель и Каин. И вот Каин позавидовал брату своему. И мы видим, что нарушение этой последней заповеди довело Каина до того, что он убил своего брата. А позавидовал чему? Что Авель все делал так, как говорил ему Бог, и Бог его за это вознаграждал. А Авель решил своими силами делать все помимо Бога, и Бог не принимал такого служения, потому что видел самонадеянность Каина, которая, в общем-то, вела его к погибели. Она была ему не полезна. То есть, зависть довела Каина до человека убийства. Да не будет с нами со всеми нарушения этих заповедей. Мы видим, что эти заповеди, все они говорят и предостерегают нас от того, чтобы мы не делали чего-то вредного ближнему своему. Если мы с вами посмотрим, и в первую очередь не носили вреда бы, конечно, себе. Если мы с вами посмотрим заповеди блаженства, то мы увидим, что они нас уже призывают к тому, что выражено у апостола Павла в нескольких словах. Он говорит так, кто думает делать добро и не делать, тому грех. То есть, новозаветная заповедь, она уже возвышает десятисловный закон. Если десятисловный закон только нас предостерегает и дает начатки и говорит не делай пока этого, то Новый Завет нам уже говорит о том, кто думает делать добро и не делает, тому же грех. Он возвышает ветхозаветный закон, но тем не менее, начало-начал это десять заповедей для того, чтобы нам хотя бы сначала отстраниться от греха и выйти из земли египетской, как Господь здесь призывает, что выйди, я вывел тебя из земли египетской и служение дьяволу для того, чтобы начать. как тогда народу израильскому новую жизнь в Боге и с Богом, так и нам с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok